Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Бой с Хабибом Потому что я знаю, что многие ребята Вот в комментариях писали, что Ну, это прям не показатель, да, так скажем Но если считать это каким-то показателем Мы все-таки видели Гэджи там, да В каких-то аспектах боя То, как мне кажется, он просто Дико в грэплинге теряется Просто дико он теряется в этом аспекте Он не знает, как защищаться Он запускает в самые плохие позиции к себе, да И, естественно, если вдруг Где-то там близко к таким позициям Окажется Оливейра То, я думаю, тут Гэджи сразу Просто сразу Поэтому, в первую очередь, конечно, Гэджи Нужно стараться будет в стойке Оставлять этот бой, это очевидно Вот, а по поводу того Опять же, как Гэджи работает Вы тоже знаете этот человек Ну, знаешь, вроде как бы и может он на технике отработать С тем же Фергюсоном мы видели Но вот я пересмотрел этот бой на второй раз Ну, вот я считаю, что в трех раундах Фергюсон бы этот бой выиграл Однозначно причем Просто за счет некоторого накопленного урона Да, за счет какой-то выносливости Я уже говорил, у Гэджи плохая выносливость Но он устает очень быстро Вот уже в конце первой И потом такой уставший Но в одной манере он может еще четыре отработать Вот, как бы она и плохая, и хорошая одновременно Да, потому что есть бойцы Ну, ты сам знаешь, есть бойцы, которые Вот они устали и все, они вообще ничего не могут Все, закончился Есть вот такие, как Гэджи Да, он замедляется Он там опускает руки По нему видно, ему вообще тяжело Реакция замедляется Но он еще в таком темпе Он еще может работать, работать, работать И панчет у него всегда остается Вот, собственно К чему я это вел Я считаю, что все-таки Стойка у Гэджи Я считаю, что уступает Оливере Он менее разнообразен Он в целом бьет намного меньше И более того Лучше всего, да, у него получается Если с ним рубятся Либо если он давит И с его давлением справиться не могут Были уже такие моменты И не один раз, когда он терялся Когда его давили Такие моменты были И даже ходить далеко не нужно У него и в прошлом бою В первом раунде были из-за этого потрясения Когда Чендри тупо на него попер Напропускал Гэджи Не знал, как защищаться Благо, что он выстоял Вот, поэтому я думаю Что Чарльз Оливере в этом аспекте Очень сильно надавит на Гэджи Как он и всегда это делает Он всегда это делает В каждом бою И я думаю, что, как и всегда Если Гэджи его быстренько не рубанет То кардио у него очень быстренько Основная, так сказать, его часть Закончится И он сильно замедлится Потеряет реакции А дальше уже работа Чарльза Оливере Я не знаю, как Но как-то он его в партер переведет Либо запрыгнет за спину Я в этом практически уверен Ну, опять же Если не вырубит, да Его Гэджи быстро Я думаю, что Оливейра свой шанс в партере Найдет Вот И, соответственно После, вот именно Пересмотра боев Я уже не думаю Что у Гэджи Вот прям сильно много шансов Что вот прям Он вообще неудобен Для Оливейра Я считаю, что Оливейра здесь фаворитом Выставлен по делу На него сейчас 1,57 Кстати, не такой низкий кейф На самом деле И 2,5 Джастин Гэджи Повторюсь, я вижу Этот бой в таком ключе Что Либо Гэджи Нокаутирует Чарльза Оливейру Причем желательно Очень быстро Да, он это делает По причине По причине того Что Последнее время Оливейра Очень хорошо Выживает И учитывая Что он Сам Очень сильно Давит И учитывая Что у него есть Греплин В котором Как я увидел Гэджи теряется Я думаю Что не так Прям сильно Много шансов У Гэджи вырубить Ну и повторюсь Если он этого не сделает Дальше работка Чарльза Оливейра пойдет И Так или иначе Он постарается Постарается Перевести этот бой В партере Либо максимально сблизиться Поэтому В моем понимании Кэфа поделаю Я буду топить За бойца Который мне сильно нравится И Я не списываю Ни в коем случае Сочетов его соперника Безусловно Гэджи может вырубить Если Гэджи вырубит Совсем не обязательно Потом приходить В комментарии И такие Ну что там Ваша Оливейра Как там Выиграл Не выиграл Хотя Хотя приходите В комментарии Пишите Я не против Да Пишите Что Да Ну на самом деле Как я и сказал Я За Чарльза Оливейру Мне все устраивает Я считаю Кэф по делу Знаешь Вот Казалось бы Да Джастин Настолько Духовитый Там Прямолинейный Идущий Вперед Боец Что вырубить Он может Абсолютно Любого Но Мне подсказывает Тут просто Один намек Я не знаю Как это правильно Даже сформулировать Вот работа С дистанцией Для Джастина Само собой Он может Выкинуть Какой-то Жесткий Лоу-кик Он может Тяжелый удар С дистанции Выкидывать И может Вырубить Но если он Пойдет Вперед Если он Будет Форсировать События На ближней Дистанции Все это Может Привести К тому Что Оливейра Войдет В клинч И там Уже За спину Залезть Это Вообще Легко Вы же Все прекрасно Знаете Что Оливейра Это Боец Которому Не нужно Проводить Тикдауны Если он Не будет Их Проводить Это Совершенно Не значит Что он Не заберется Вам на спину И не проведет Сабмишин Так что Мне кажется Джастин Гэджи Если будет Идти Вперед Прямо Форсировать На ближнюю Дистанцию Все это Может Сыграть Даже Против Него Так что Ему Нужно Будет Это Учитывать Безусловно В остальном Я тебя Тут Полностью Поддерживая Оливейра Боец С таким Не самым Лучшим Умением Держать Удар Вырубить Его Можно Но Как За Чемпиона Как За Бойца С Навыками Болеть Я буду Именно За Него Потому Что Он Настоящий Чемпион Все У него Есть Комплексный Боец Все Хорошо Поэтому Пожелаем Удачи Я надеюсь Он Этот Бой Выиграет